Приветствую вас. На самом деле ситуация довольно таки очевидна, хотя и безусловно это не делает её сколько нибудь простой. Что-то заключается в том, что самоанализ очень деструктивная история. Именно самоанализ. Очень деструктивная история. Вот. А как вы можете видеть, самоанализ вам ничего хорошего абсолютно не даёт, в том смысле, что только лишь какую-то боль, негатив, в общем-то депрессивное состояние, ну и прочее. Прочее, прочее. Вот. Это, значит, такая история. Дальше идём. Следующий момент. Значит, вы пишете, а развился с женой, с ней осталась дочь, полгода назад очень сильно поругались. Я поймал не настойно, а из-за чего поругались-то, собственно. Да. Отознал, что примерно год назад я свалился в депрессию, а у вас есть диагноз депрессия, что вы, ну, что вы пишете, что у вас есть, значит, ну, что у вас есть депрессия, как вы говорите. Вот. То есть, почему вы пишете, что это депрессия? Подавленное состояние, да, возможно. Депрессия, нет, депрессия – серьезное заболевание. Появилась тревога и агрессия. Ну, опять же, это связано, видимо, с травмой после развода. Для многих людей, как бы, развод, да, очень травматичный. Для многих людей развод очень травматичный. Вот. И в данном случае можно говорить о том, что вы, в общем и целом, переживаете вполне естественную реакцию, вполне естественную эмоцию. что вам нужна помощь, развод от травм. Вот. Тревога и агрессия. Тревога по поводу чего, агрессия по поводу чего, да, Андрей? То есть, агрессия предполагает определенную угрозу. Вот. Как правило. А, понимаете, какая, какая штука? Дальше. Значит, нужно увидеть, что именно вызывает у вас, ну, опасность, чувство опасности. Вот. Дальше. Стал неосознанно терять над собой контроль. Ну, то есть, перестаете себя осознавать, да? Дальше. А не может такого быть, ам-а-а... Что он... Ну... А я... Вот. Вы себя... всегда слишком... некон الليur来 у меня... Такого не может быть, как вы считаете? То есть не может быть у вас такой истории, что вы через чур сильно себя контролируете. Дальше психика подшатнулась и всё рухнуло. Как именно у вас? Подшатнулась психика и что именно рухнуло? Женой ушёл и лучший друг выступил помощником и защитником. А был ли этот человек лучшим другом, если он ушёл от вас? Вот в чём вопрос. То есть насколько вы корректно выстраиваете отношения с другими людьми, да? Насколько корректно вы это делаете? Ага. Если ваш хороший друг прошёл таком и по родителям вашим, как вы говорите, и по вам. Вот. Ну, значит это не друг был. В общем, вы видели в нём то, что хотели видеть, очевидно. Там же друг мы так не поступим. Дальше. В общем, рассказал о бывшей жене некоторые моменты про меня. Ну, опять же, да. То есть тут у вас был вопрос доверительных отношений с женой у вас. То есть если бы отношения с женой у вас были хорошие, если бы всё у вас было с женой искренне, то я не думаю, если честно, что друг мог бы вам что-то, ну, как-то вот навредить. Понимаете? Давайте всё-таки честно будем смотреть. То есть вы сами жене что-то не рассказали. Сами перед женой хотели выглядеть тем-то, кем вы не являлись, очевидно. Боясь, что она вас, ну, не поймёт, не примет, не примет, может быть. Дальше. Я испытал психологический удар. Это когда вы испытали психологический удар конкретно? Здесь, опять же, что это за термин такой, психологический удар, да? То есть, ну, да. Знаете, как это? Это что-то сказать, не сказав ничего. Вот это, мне кажется, ну, как бы, про вас. Вроде бы вы что-то сказали, вроде бы вы что-то сказали, а в то же время, вот, что вы сказали в то же время? А в то же время вы ничего не сказали, там, ну, вот, вы сказали, да, психологический удар. Что есть психологический удар для вас? Что конкретно произошло? Понимаете? Вот. То есть, это то, что нужно разбирать. Потому что психологический удар, это не ответ. Психологический удар, это не название, психологический удар, это не формулировка, которая отражает суть вашей, допустим, проблемы как таковой. Понимаете, надеюсь, о чем, о чем идет речь. Дальше, руки затряслись, один раз потерял сознание. Ну, это переживание, это переживание, то есть, это могло бы, могло быть, ну, могло быть нервное напряжение. То есть, нужно выяснить, из-за чего, вследствие чего такая история стала возможной. Почему вы так себя ощущали? Почему вы так себя чувствовали? Из-за чего вы себя так чувствовали? Вот это очень важный момент, а на самом деле, ну, чем вас зацепила эта история? Знаете, вот в чем отличие, да? Когда, например, вы говорите, что это психологический удар, ну, вы, по сути, не раскрываете суть. То есть, вы не раскрываете своего отношения к этому. То есть, если вы, если вы сказали специально, например, типа, мне было очень обидно из-за того, что, допустим, мой друг так поступил. Это вполне понятно. Обидно, да. Но, с обидами уже можно работать. С обидой уже можно работать. А то, что вы пишете, вот, по поводу того, что есть, ну, что психологический удар, ну, ну, да, ну, психологический удар, а дальше что? Понимаете? Штука. Так, ну, значит, очень сложно себя собирать. Вот опять, очень сложно себя собирать. Что значит себя собирать? То есть, это, вообще не про это вы говорите. Появилась рассеянность. Рассеянность как защитная реакция. Временно живу у родителей, но не могу с ними общаться. Слушайте, на мой взгляд, здесь есть некоторая противоречия. Если вы, допустим, утверждаете, что ваш друг прошелся по родителям, к примеру, да, то это означает, что родители, ну, для вас представляют определенную ценность. Это нормально. Не совсем нормально, что, ну, прошелся друг по родителям, прощался к вам, к вам это какое отношение имеет. И тут же вы пишете, что с родителями общаться не можете. То есть, у вас достаточно напряженные отношения, очевидно, с родителями. Ну, как я понял, достаточно напряженные отношения, отношения с родителями. Значит, их тоже нужно разбирать. Дальше. Я вспомнил все детство, появились серьезные обиды, великолепные очевидные вещи. Ну что, с этим нужно работать, с обидами нужно работать. А в основе обид лежат завышенные ожидания. Ну, просто ожидания не соответствующие действительности в основе обид лежат. Вот. И в основе обид, значит, лежит такой вот интенсивный, в корне своем, желающий вызвать чувство вины и желание. Вот. Вот. Вот опять же, опять же, обида сама по себе неплохо. Вот не нужно считать или думать, что обида это что-то прям вот негативное. Нет. Но, еще раз, с обидой нужно работать. Да? И нужно работать. Очевидные вещи, которые вылезли, тоже с этим это нужно разбирать, интегрировать их в ваши восприятия мира. Потому что, если до этого вы не замечали очевидных вещей, как вы говорите, то, значит, наверное, для этого были причины. Либо эти вещи не были такими уж очевидными, как вы говорите. Такого глубокого самоанализа мне не было никогда. Он вам и не нужен. Самоанализ имеет определенные ограничения. Во время ссоры с женой в конфликт началась влезать моя мать. И что? Как у нее, собственно, такая возможность вообще появилась залезть, ну, влезть в конфликт? Как у нее появилась такая возможность? Откуда у нее появилась такая возможность залезть в конфликт? Получается, что вы не просто не проставили в известной степени личные границы между своей семьей и ее. Ведь можно было маме мягко, мягко, но твердо сказать, мама, нет, все. Мы решаем этот вопрос, к примеру, сами. Ну, это первое. Второе. Да, мама залезла в конфликт, но решающую роль в конфликте сыграла, конечно же, не она, надеюсь, вы это понимаете. То есть обвинить вашей маме достаточно легко, но практического смысла в этом нет и, в общем-то, быть не может никак. Никакого. Дальше. Значит, так, масло в огонь подлила. Ну, вот, да, перенос ответственности. Понять не могу, как мне отпустить ситуацию. Потому что такого понятия, как отпустить ситуацию, в принципе, не существует. Вам нужно свое отношение к ситуации изменить, вам нужно по-другому на нее посмотреть. Вам нужно увидеть, что если ситуация сложилась вот так, как она сложилась, то это означает, что она в корне изначально была уже неверной, просто вы закрывали на это глаза. Ну, в ваших интересах было закрывать на это глаза. Дальше. Как заглушить душевную боль. В этом, собственно, и заключается одна из основных проблем, потому что, на самом деле, боль заглушать не нужно. Ее нужно раскрывать. Заглушать, заглушать боль бесполезно. Так вы и будете всю жизнь ее заглушать. На самом деле. Вот. Заглушать боль не нужно. Ее нужно раскрывать. То есть, таким образом, можно сделать небольшое заключение, что ваша боль не сдается ни в заглушке, ни в том, что вы от нее бежали, а именно в том, чтобы вы, наоборот, ее раскрыли, пережили, увидели, что за ней стоит, реализовали это, тогда она перестанет вас беспокой. То есть, по сути, сейчас вы пытаетесь от себя убежать, что не является, на мой взгляд, сколько-нибудь конструктивной идеей и мыслью. Вот. Хотя, не исключается, для вас это привычная история. Дальше. Как начать испытывать радость? Радость не может поступать со самоцелью. Андрей, вам нужно заниматься своим делом, вам нужно реализовывать радость, это сопутствующая история. Вы пишете, что перепробовали, все не помогает, правильно, не поможет, потому что еще раз, радость не может быть самоцелью. Достуды того, что встречаться с дочерью больно, я временно взял паузу, а дочь причем, откуда боль, проснул уже полгода, туча висит каждый день, где здесь ощущение, что вы жалуют. Пытаюсь перебить все позитивными мыслями, но меня заваливает снова и снова. Вот опять, да, вместо того, чтобы раскрыть, пытаюсь перебить, но это не поможет. Пустота и одиночество. Верю, что пустота и одиночество. Верю вам, это всего лишь говорит о том, что, ну, очевидно, сами для себя, вот сами для себя именно, вы, вероятнее всего, ну, никогда не жили. Для себя вы не жили, для других постоянно. То есть очень сильная ориентированность на других вас. Не на себя, на себя вот вы, к сожалению, судя по всему, ну, на себя вы не ориентируетесь. Как раз из-за этого пустота, из-за этого одиночества вас так пугает, потому что, если бы вы ориентировались на себя изначально, то, как мне кажется, проблем бы никаких абсолютно не было бы у вас. То есть, ну, конечно, была бы грусть, грусть, грусть в данном случае, это нормально. То есть, нормально испытывать грусть, когда происходит развод или когда уходит лучший друг. Нормально испытывать грусть. Ненормально испытывать то, что вы испытываете, и вы испытываете это потому, что чересчур сильно ориентируетесь на этих людей, к сожалению. Такая вот, в общем-то, история здесь. То есть, это очень важно вам понять причину, причину одиночества. Не бежать от него, а именно раскрывать. Дальше. Огружению ныть не хочу, осознаюсь, что это не вариант. Лучше работает для осознания анализа личности. Осознание чего? Анализа личности зачем? Вы считаете, что вы можете сделать анализ всей личности? Ну, в таком случае, вы двигайте психологическую навыку вперёд, а анализ личности до сих пор провести нельзя, как таковой. Плюс на меня много всего вылили, убили чувства, что вылили, чем убили чувства, как можно убить чувства, если они есть. Сильно разозлился. Злость, это, в общем и целом, хорошо. Хорошо, что есть злость, потому что злость, как правило, защита. То есть, я не рекомендую вам от злости отходить. Наоборот, рекомендую вам больше, вот, концентрироваться на злости, больше злиться. Это, в принципе, хорошая история, только злость нужно обязательно реализовывать. Вот, злость необходимо реализовывать. То есть, если вы не будете реализовывать злость, то она будет вам, скорее всего, вредить. Вот, кто знает, может быть, вы не злились, и не злились никогда, ну, по-настоящему кто знает, а теперь вот, когда это появилось, вы не знаете, что с этим делать, и не умеете, собственно, собственно говоря, это злость реализовывать. Вот, значит, дальше вы пишете, что делать, понять не могу. Что делать, чтобы что? Заглушить боль, это не вариант. То есть, все, что вот вы пишете, да, перебить позитивными мыслями, тоже не вариант. У вас нерешенные личностные проблемы, нерешенные конфликты, противоречия. Вот, с этим нужно работать. Таким образом, таким образом, хотелось бы у вас спросить, наверное, о цели. О цели написания свидетельства. То есть, вы, как вот вы, ну, грубо говоря, хотите, что? Чтобы мы вам помогли, ну, в таком случае нужна история, из чего ссора, как, что, как, чего. Вот, все это очень важно. Если этого не будет, если этой информации не будет, то мы вам не поможем. Вот, потому что работа вам требует, судя по всему, регулярная. Вот, я не говорю о том, что она вам понадобится длительная, потому что это, ну, такой определенный временной промежуток. Вот, я не считаю возможным говорить именно о временном промежутке. Но то, что регулярно это совершенно точно возможно, что сейчас вы находитесь на таком этапе, когда вам наиболее правильной позиции, ну, для вас наиболее правильным вариантом будет, допустим, обсуждение каких-то вещей, которые вас волнуют, и обсуждение этих вещей, которые вы, например, не понимаете. Вот, для вас, возможно, именно это сейчас будет оптимальным вариантом. Вот, кто знает, может быть, в будущем, в дальнейшем это принесет каких-то вам платы, платы. Вот, и сейчас я предложил бы именно такое вот обсуждение, да, может быть, выговаривание, чтобы вы выговорили, чтобы вы обсудили все, что вас беспокоит. А, пока что это то, что мне видится в качестве решения вашей проблемы. Я не думаю, что к такой работе, прям вот работе, ну, работе-работе вы готовы. Потому что слишком у вас, ну, напряженные чувства, слишком у вас сейчас большая чувственность, на мой взгляд, опять же, на мой взгляд, по моему мнению. Вот, и, соответственно, до тех пор, пока вот это вот, это напряжение чувственно не снизится, да, пока его не снизит. Ну, соответственно, вряд ли что-то поменяет. Вот. То есть, чтобы работать, нужно отменить чувства. Вот. Так что, примерно так, я думаю, вам можно ответить на ваш вопрос, который вы написали. Я отдаю себе отчет в том, что это не вопрос даже, а скорее такой крик души. Вот, тем не менее, надеюсь, что это было для вас полезно. Ключевой момент в том, что вы ничего не осознали и вы никакого анализа не проводили. Вам открылись какие-то вещи в результате, вероятно, той травмы, которую вы получили, это да. Но вещи, которые вам открыли, совсем не имеют никакого отношения к осознанию или к анализа. Это абсолютно другое. Это совершенно другая история. Совершенно. Вот. Так. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если вы сделаете его лучше. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.